Продолжение следует... Продолжение следует... Господин президент, сегодня вам представилась уникальная возможность поприсутствовать пусть и виртуально на дне рождения нашего шефа. Как вы находите выступление группы в цветастых юбках? Все так живо, так самобытно? Почти готов был присоединиться, но все-таки ощущение того, что это государственный визит, не позволило мне это сделать. Я спросил у президента, можно ли танцевать, он говорит, можно. Но как-то сам он не стал этого делать, поэтому я тоже не решился так поступить. Хотя танцевали они очень зажигательно. Дмитрий Анатольевич, вы обратили на небольшие изменения. Лена Салькова перекрасила волосы в черный цвет. Это на самом деле не косметическое изменение, а довольно существенная поправка. У нас к вам следующий вопрос, Дмитрий Анатольевич. К вам обращается Светлана Горбачева. Она просит повышения зарплаты у своего шефа. Спрашивает, какие у нее с шефом должны быть взаимоотношения. Вы знаете, это должны быть очень добрые, ровные, партнерские отношения. Вы говорите о том, кто чего, у кого просит. Помните там известную фразу, классика по поводу того, что никогда ничего не просите. Сами все дадут? Сами дадут. Поэтому в конечном счете модель поведения здесь должна быть другой. Вы отправили письмо президенту оскольского курьера господину Леонтьеву, в котором вслед за Анжеликой Магомедовной послали его на Хэ. Почему вы это сделали? И возможно ли теперь восстановление с ними нормальных взаимоотношений? Знаете, я все, что хотел сказать. Если я буду сейчас излагать, почему я это сделал, и приводить какие-то дополнительные аргументы, я боюсь, что получится только жестче. А мне бы сейчас не хотелось вступать в полемику по этим вопросам. Все, что я хотел передать, я передал. Пусть еще раз прочитают. Это первое. Второе. Я не вижу сейчас перспектив восстановления нормальных отношений при действующих руководителях. Может быть, что-то произойдет, ситуация изменится. Я был бы только рад, но я пока таких перспектив не вижу. Поживем, увидим. Господин президент, мы знаем, что у вас сейчас в гостях находится президент США Барак Обама. Добрый вечер. Я хочу поблагодарить президента Медведева и российский народ за их гостеприимство. Уважаемый Барак, в масштабах нашего агентства мы по-своему пытаемся бороться с нападками на нас со стороны конкурентов, с терроризмом и с пиратством со стороны производственного отдела ВИВАД. А как вы видите эту проблему в масштабах государства? Мы приняли важные шаги для того, чтобы укрепить наше сотрудничество. И президент Медведев и я согласились, что нам необходимо бороться с угрозой экстремизма. Господин президент, еще один животрепещущий вопрос от Александра Гусева. Он пишет, что неоднократно подходил к Вячеславу Ивановичу и к Андрею Вячеславовичу по поводу улучшения технической базы, покупки нового оборудования и инструментов. Ведь так хочется делать супер-классные ролики. Александр Гусев просит вас поддержать его в этом вопросе. Это, конечно, действия бандитов. Я хотел бы, чтобы вы мне сначала доложили более подробно о том, какова ситуация, что произошло. А потом мы с вами подумаем о дополнительных шагах по укреплению и наведению контроля. Значит, вам поручаю держать ситуацию под контролем, проводить расследование и докладывать регулярно. Следующий вопрос от Татьяны Юрьевны Деминой, нашего системного администратора. Уважаемый господин президент, у нас в рекламном агентстве такая проблема – все пьют. И много. Я недавно была в других рекламных агентствах, так там этого на порядок меньше. У нас же кошмар какой-то. Но я Юрьевна. Чтобы еще раз это зафиксировалось, правильно я понимаю, что мы абсолютные чемпионы по употреблению алкоголя? Да, мы пьем больше. Больше, чем мы, не пьет никто. Да Юрьевна я... Не, блин, я ему интернет отключу. Тогда я заканчиваю. Спасибо, Дмитрий Анатольевич, за содержательную беседу, за ответы на вопросы. Спасибо вашим гостям за то, что нашли время в своем плотном графике и для нашего президента.